Завтра Женечку чем-нибудь побалую, а то и схудала совсем. Будет еще такая в облако, как эта Ольга. Нет, это уже переходит все границы. Котенька, не нервничай. А кто нервничает? Нервные клетки не восстанавливаются. Нет, а кто нервничает? Я? Да мне абсолютно все равно. И вообще сплю. Да ладно тебе, Валюха. Что-то на нее взъехали. Нормальная база. Что? Нормальная. Я как сейчас дам нормальная? Да подожди. Вот это еще когда вот это нормальная? Да подожди. Что? А я и думаю, что он так мялится на нее? Кобеляца. Да ладно. Кисун, ну это просто как детский сад, ей-богу. Юра, мы спим. Дам сейчас вот нормальная. Кобеляка нормальная. Я ж не в том смысле, что этот я... Чтобы как бы... Да как? Гляди. Что зыбнишь в ту сторону? Голову оторву и еще кое-что. Да понял я, понял. Понял. Понял? Вот что ты вот это вылупился? Ха-ха-ха-ха. Шо? Ха-ха-ха. Какая ты у меня хорошая боба. А шо ты думал? Ха-ха-ха. Ну ты какая у меня боба-то, а. Ну ладно тебе, дурак. Ну ты какая у меня вообще боба-то. Тихо, тихо, тихо. Да тихо ты, ну тихо. Ля. А шо ж это получается? Мы с тобой прыгаем, а сватов все время укачивает? Ну. Ха-ха-ха. Ну может тогда это? Шо? Ну того. Ой, да ладно тебе. На боковую. Успеешь еще на боковую. Давай прыгай, не филонь. А я пойду Женечку укрою. Ух, ук. Ух, ук. Ух, ук. Ух, ук. Ой, алло, ого. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Что русского языка уже не понимаешь? Женьку пойду укрою. Дыхательная гимнастика. Ну да, ну да, ну да. Японская. Очень помогает для прогревания связок. Да я поняла, я поняла. Доброй ночи, Юрий Анатольевич. Юрий Анатольевич, спасибо уже. Закончили упражнение, спасибо. А у вас там что? У нас? Да у моего Ахламона, у него же бессонница. И вот он кровать решил починить. А что такое? Да ничего. Просто ваша бессонница, знаете, уже даже нас замучила. Да что вы говорите? Ну не больше, чем ваша... Шшшшш. Господа. Ну не больше, чем нас, ваша гимнастика китайская. Японская. Да один хрен. Я бы попросила, я бы попросила. Опять ругаться. Не знаю уже. Это все из-за меня. Я попросила нас в доме моего сына не выражаться. Они решают, кого я больше всего люблю. А я их всех люблю. Откуда такие манеры? Где вас только таких воспитывали? Поглядите на них. Там, где надо, там и воспитывали. Между прочим, не хуже других. За собой бы последили. Ведете себя, как дети. А взрослые, между прочим, пожилые люди. Спокойной ночи, я сказала. Что ты сказала? Юра! Юра, ты встречался? Мам, что такое? Ты слышишь, что она сказала мне сейчас? Глаза, а? Что я же сказала? Вот это вот член общества, любителей Лука. Котя. Сама такая. Та, та! Та, та! Та, та! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Юра! Что, дорогая? Юра, в доме совершенно нечего есть. Возьми у меня в кошелке деньги. Пойди, сходи, купи морковки, капусты, зелени, спаржи. Иван! Ну? В общем, все то, что необходимо для нормального питания. Да не ну-ка, не запрягал. У нас мясо заканчивается. Пойди на рынок и купи. Мусенька, а может я потом скажу? Позавтракаем тем, что есть, а потом же... Колбаски купи. Это самое, грудиночки. И кровяночки. Обязательно ж кровяночки. Юра, интеллигентным людям не пристало есть мясо зверски убитых животных. Да, сало. Не забудь же сало. Потому что нам, простым людям, жевать траву не пристало. Что я сало не пристало-то? Что за харчами, говорю, иди. Гуля, так бы сказала. Юра, где спаржи? Ну что ты замер? Давай. Сват, закуришь? Да не, не хочу. А, ну да, да. Ты ж у нас сбросил. Вот палец зараз, а. Сват, а может по пивку, а? Да не, не хочется. Извини. А, ну да, да. Ты ж у нас спортсмен. Сват, а ты не находишь, что у нас как-то с тобой не по-людски все, а? Иван Степанович, дорогой, конечно, нахожу. Но интеллигентные мы люди, образованные, все-таки родственник. А общего языка никак не можем найти. Ну как же так? И я туда же, видишь, баба наша собачица, и мы так же. Ну, нехорошо это, не по-мужски. Ой, золотые слова. Сват. Ну, раз мы уж, ну как говорится, на одном языке, может надо по пивку. Иван Степанович, не будем себя обманывать. Давай сразу по водочке. Это сейчас ты сказал? Я. А ну-ка иди сюда. Давай, Сережа. Бабушка. Ой, Оля. Что, моя бусинка, красавица, что ты? А бабушка Валя просила признать, что я хочу бутербродик. Сделать тебе бутербродик, моя букашечка? Ну, конечно, сделаю. Конечно, Оленька сделает тебе бутербродик, раз бабушке Вале самой некогда покормить ребенка. Идем. Красавица, моя. Стой здесь. Нученька, передай бабушке Вале, что мне некогда, потому что я весь день дом убираю. Душенька моя, передай, пожалуйста, бабушке Вале, пчелке-труженице, да, что бабушка в этом доме одна. Да что вы говорите? Представьте себе. Ну надо же. Да. Нученька, передай девочке Оле, что пожилым девочкам вредно смотреть телевизор весь день. Зрение портится. Да? Да. Пей. Пей, Евгения Шамоновка, пей. А уже выпила? Ты еще будешь? Ну тогда пойдем. Подышим свежий воздух, а мы погуляем. О! Отлично. А я как раз дом проветрю. Ну давай. Давай пошел. Передай, передай, пожалуйста, пчелке-труженице, что она тоже может идти гулять. Вот. Чтобы бессонница не мучила. Дученька, передай Оленьке, что я от бессонницы приму снотворное. Чтобы ее гимнастику вьетнамскую не слышать. Ну что моя, передай, пожалуйста, вот этому слонопотану, что вот из-за ее специфического тела комплекции не пройти, не проехать. Посторонитесь. Спасибо. О! 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 Что это? О! О! Вы что, тебе позволяете? Внучечка, передай Олечке, что я дико извиняюсь. Валентина Петровна! Что? Валентина Петровна! О! 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 Вот теперь хорошо. Не ожидал, Анатолич. Честно тебе скажу. Нет, ты сейчас не обижайся. Нет. Я задумал, ты мужик такой. А ты, мужик, я тебя уважаю. Я тебя не уважаю, Ваня. Не понял. Я тебя люблю. Принято. Да, Ольгу ты свою распустил. Ох, как ты, Анатолий Феев. Распустил-то. Вообще-то, она, баба, ничего хорошая. Но с ними, с бабами, надо подход серьезней. Надо строже. Вот они где, бабы должны быть. Тихо, товарищи, не акцентируем. Ваня еще по пятьдесят. Легко. Конструктивную критику принимаю. Да. Вот как у нас с Валюхой. Видишь? Все. Все чин-чинарем. А-а-а. Валюха, у тебя хозяйственная. Готовят. Не то, что моя. Хозяйственная, да она хозяйственная. Да. Но. Знаешь, вот здесь там как в театр куда-то, а великино никакую. Стесняется, говорит, отвыкла. Ну, совсем дремучая стала. Да при чем здесь театр? Я в театр с ней хожу. В кино, в филармонию. Да мне этот достал ее, этот сельдерей. Вбить у тебя не могу. Спокойно. 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 Все под контролем. Ох, как ты не прав, пирог. Ох, как ты не прав. Нет. Ольга Николаевна, твоя женщина, она видная. Как она одевается. Да. А следит за собой. А поход как. Ваня, Ваня. Нет, нет. Это я к тому, что она у тебя красивая. А красота требует жертвы. А если ты мне скажи, я тут при чем? Ага. Ну так. Так ты и есть жертва, Юрбан. Юрок. Ахаха. Ну, мужик ты, мировой. Ваня. Юрок. 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 Ай. Слушай, давай еще по одной и на коня. Нет. Давай вначале на коня, а потом еще по одной. Принято. Афишант. Юрок. 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 Не проходите мимо, Муталич. Держись в руках. Тихо. Тихо. Все. Главное. Главное. Тихо. Все. Я тебя веду. Я тебя доведу. Все. Тихо. Главное. Не шумей. Главное. Тихо. Тихо. Дедушки, ну наконец-то. Дreens. Ой, кошечка моя. Ммм. Мммм. Давайте играть в индейцы. Ай, легко. Ай. Да, бедusement. Иย. Я буду быстрый Вань. А дедушка Ваня – большой змей. Правильно. А Большой змей – повеликий Жигулей. А дедушка Милова? Кто это? А, Сват. А он будет Сват-стойкий камыш. Здорово. И мы будем курить трубку. О, идея. Анатолий, покурим. Я сейчас кому-то покурю. Я не понял, что здесь происходит? О, бредные лица пришли. Анатолич. Девай там, ага. Юра. Юра. Бабушки, мы иглам в индейцев. Так, давай, Женечка, иди в свой иглам, а индейцы к тебе потом подтянутся. О, берег, краснокожие. Снимем с них скальп. Я тебе сейчас башку сниму, краснорожий. Ты представляешь, на кого ты похож? Ты что тут орешь, как ненормальный? Ты мясо купил, индейец? Ну, конечно, купил, Валентина Петровна. Вот же оно стоит, качается. Ты своя мумия. Ты зачем так напился? У тебя же сердце. Юра. Руки. Не надо мне тут, понимаешь? Тетя. Тетя, осторожно. Никогда не называй меня тетей. Анатолич. Мужик. Я тебя спрашиваю, ты чё наделаешь? Что такое? Ну, выпили мужики по 50. По 50? Ну, по 70. Иди спать. Сама иди. Куда? Куда-то туда. Куда-то туда. Куда-то не туда, куда. Я 5 минут перехивожу сейчас. Буквально сразу. И всё. И будет у меня всё нормально, как и тут надо. Кхе-кхе. Куда? Куда? Ну, не нервничай так. Юра твой не виноват. Это Ванька мой. Его напоила скотобаза такая. Только не надо его выгораживать. Что значит, напоил? Напоил. Ну, что, десятиклассница на выпускном вечере? Не маленький. Своя голова на плечах. Я переживаю за него. Мое сердце, ну, схватит. Ну, чтоб он. Оль, а давай по рюмашке выпьем? Валя. Да всё, всё, ну, всё. Давай. Ой, сейчас. Вот, ты, я что-то прав. Ты всё. Нарвёшь акации. Полную банку. Угу. Зальёшь водой. Угу. Плотненько так закроешь. И на крышу, на солнышко. Угу. Первого сентября. Роскошные духи готовы. Да ты что? Запах. Правда, у всех одинаковые, но это не важно. Ага. Единственное, что мы недолго, конечно, с девчонками благоухали. Директор школы запретил. А почему? Ну, как почему? Мы ж первого сентября все надухмененные, понимаешь? Ну, а что? Ну. А у него аллергия на акацию. Да ну и что? Ну, он стал речь толкать. Так расчекался, что всё райкомовское начальство забрызгало. СМЕХ Ой, ну не могу. СМЕХ Не, Оль. Вот хорошо мы жили. Весело. И главное, всё понятно было. А сейчас что? Эти компьютеры-шпакютеры. А Жужа это. Прости, Господи. Ну, вот какой идиот её придумал. Такое чувство, что они на этой фабрике игрушечной не просыхают. Вот от такой жизни можно из колков сорваться. Это я про наших мужиков говорю. Оль. А? А чего моему ещё не хватает, а? Вот смотри, вот он чистенький. Он выглаженный всегда. Я с него всю жизнь пылинки сдувала. Оль. Может он не доедает? О, ну. Давай за него. Ой, с удовольствием. С удовольствием. Юрий Анатольевич, а мы за вас спём. С удовольствием. Угу. Хорошая беда. Не, не буду. А я в школе курила. Это что? Да. И Ванька запретила. Говорит, лучше пей, чем курить. А вы что с Ванькой? Сошло на скамейшу знакомое? Ох, молодцы. Что ты? Ну, он в поселках другом учился. А к нам в школу ходил на танцы. Понимаешь? И вот ходит месяц кругами. Глазами зыр-зыр-зыр на меня. А на танец не приглашает. Я думаю, что такое вот это? Ну, а потом купил себе пинжак. Ой. Свет. Зеленого. И такой пришел. Зеленого цвета. Боже ты мой. В этот вечер наши мужики его и порвали. Ну, в драке. Ну, чтобы не зарился на девок, на чужих. Ой, я не могу. Да. Ой. Ну, тебе, конечно, Иван Степанович мужчина. Такой серьезный. За ним как за камер на стену. А Юрий Анатольевич, это ж вообще такой начитанный, интеллигентный. И тебе спасибо. И тебе, пожалуйста. Ой. А, и тебе спокойной вам ночи. Когда я там тебе спокойной ночи говорил. Ну, да что ты-то ешь по-другому. Ой, какая же ты все-таки. Да хорошие у нас мужики. Давай за них выпьем. Давай. Вот. Валь, ты видишь то же самое? Что это? Иван, что делать? Что делать? Наливай. Ой, наливай. Ой. Бабушки. Желаю вам спокойной ночи. Спокойной ночи, Матчик. Спокойной ночи. Дура. Ты че две дуры? Ты че две дуры? ... Давай. Где же это видано, чтобы за какие-то там сто грамм мужиков так наказывали, а? Если б сто, было бы легче. Ну, литр. Какая разница? Дело ж принципа. Ну, шо нам тут целый день и шачек? Слушай, перестань бухтеть. Вон, Степаныч, голова раскалывается. Ольга Николаевна, по пивку? Да с удовольствием, Валентина Петровна. Так наливай. Вот гаргоны, а. На психику давят. Сейчас бы глоточек войдет, да? Да. Если честно, я это пиво терпеть не могу. Я тоже. Валентина Петровна, еще по бокальчику? Ой, я с удовольствием. Ой, не дай бог, Женька в мою Вальку характером пойдет. Да. А, шо да? А если в твою Ольгу так вообще трындец. Такает он. А шо я вообще тут с тобой корячусь? Это у тебя в семье матриархат. А у нас я главный. Сейчас все брошу и пойду пиво пить. Ойли, ойли. Шо, не веришь? Вот я и сомневаюсь. А давай спорим. Легко. На лычку. Да. Вот смотри, профессор. Показываю один раз. Вот смотри. Ак! Что-то я не поняла. А куда это мы собрались, а? А я это, Валюха, я это, я, знаешь, я пассатижи хотел взять. Что? А ну, глазам не скажи. Не-не, ласточка, отдыхай, отдыхай. Глаза мне, глаз... Не-не, все нормально. Так, с глазами сложно. Отдыхай, Валюшечка, отдыхай. Ну, давай, давай, что-то. Так! Ух ты, какой ты профессор. Молотобой какой-то. Э, профессор, а ты что остановился? А ну, не филой. А вот теперь Иван Степанович показываю я. У меня есть предложение. Завтра, если я не ошибаюсь, возвращаются наши дети. И моя мама с папой. Совершенно верно. Вот я подумал, у нас сегодня последний совместный вечер. Да. А не устроит ли нам по этому поводу маленький пикник? Ну, профессор. Ну, Валу, а? А теперь я тебя зауважал. Возражение есть? Возражение нет? Нету! Ага, все. Дед, с тебя гитара и дрова, а с меня все остальное. Так, только без спиртного. Как без спиртного? Ваня? Да, даже в голове не было. Даже, ага. Значит, пикник? Да, пикник. А кто это? Юрий Анатольевич. Ну, что вы ее, я извиняюсь, не лозите, как ни по никого? Что там глаз не попало? Да нет, ничего не нормально. Это же вам не барышня. Тут нежности ни к чему. Вот, ведите. Давайте, сейчас я покажу. Отойди. Собственный рецепт? У хорошего шашлыка один рецепт. Никаких женских рук. Жаль. Не, 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 Оля Николаевна, ну, ваши руки это исключение. Что, я правду могу попробовать? Ну, а что нет? Эй! Высекли? Ох, Валентина Петровна, вы просто прелесть. Да. А таких, как вы, писали поэты? Ну, писали. Ну? Ну как? Чего? Скользко. Мне слабость этих рук знакома. И эта шепчущая речь. Из стройной талии и стома, и матовость покатых плеч. Тут же главное как вот. Надо брать, отжимать, и опять в маринад. Опять набрал, отжал, и опять в маринад. Да. Ой, Юрий Анатольевич, вы такой галантный мужчина. Прямо ужас какой-то. А вы мне вон ту чурочку не принесете? Хорошо. Угу. Ну давайте. Ну давайте. О, о, благодарствуйте. Пока, пока не дойдет. Это вот давайте брать. Прошу. Так, ну давайте. Вот так ставим чурочку. Угу. Берете топорик, руки берете. Так, вот так вот я к вам сейчас. Видите? Коленками своими. Слышите мои коленки? Правильно? Все? Да. А теперь вот так ручками вас держу. А теперь замахнулись. И с криком. Я! Молодец, Юрий Анатольевич. Давайте еще разок. Давайте двумя руками вам удобнее. Давай оставайте. Давайте. Берите. Берите. Я научу. Берите. Берете. Отжимать. Давай-ка еще раз. И обратно в маринад. Берете несколько кусочков. Отжимаете. И обратно. Юрий Анатольевич, будьте любезны. Можно вас на секундочку? Иду. Ну что, Котя? Юрий Анатольевич, а вы у нас, оказывается, мужчина на выданье. В каком смысле? В прямом. Тебя, кажется, просили просто развести огонь. Нет? Не, ну сейчас разведу. До сих пор не развел, да? Ну, нет пока. Зато дров вы с Валентиной накололи на целую зиму. А шо это мы такой довольны, как слон после бани? А шо? А не шо. Она такая, пот ему вытирает, а он такой котяра врубил и довольный. Да ладно, Валюха, мы шашлыки на шампур нанизывали. Да ты шо. А шо? Еще раз в ее сторону посмотришь, я тебя самого на шампур нанизаю. Ты шо думаешь, я не видела, что вы там нанизывали? Котенька, ты по-моему приревновала. Да что ты? Да ладно, там пересадь. Да пересадь. Ну ладно. Ой, зая, смотри. Я ведь издушить могу. Мать! Шо? Ты шо ревнуешь, что ли, ну? Кто? Я? Да больно ты мне нужен. Ревноват. Ха-ха-ха! Санта сердцем Таа АтTA ì Мать! Как девица Хорошо посидели? Почаще вот так, да? Слушай, Анатольевич, мы завтра с Валюхой в торговый центр едем. Там Женьке подарок купить, молодым еще надо поляну накрыть. Может, вы с нами? Годится, мы тоже ходили. Ну, вот и договорились. Ну, чего ты так вздыхаешь-то тяжело? Устал, что ли? Кто устал? Ну, не аж так вздыхаю. Слушай, Анатольевич, ну, ладно, я один раз вздохнул. А почему сразу устал-то? Да ладно, Иван Симович, все я понимаю. Кручешься, как веник с утра. То готовка, то бассейн, то шашлык. Тут молодой и то упарится. Слушай, Анатольевич, ты давай это, не обобщай. Если ты запарился, это еще не значит, что вокруг все такие. Не, я еще в полном порядке. Я вон могу марафон вокруг дома пробежать. Могу сто раз отжаться вот сейчас прямо. Кто? Ты? Элементарно. А давай поспорим, кто больше отожмется. Давай. На что? На что? Ну? Ну, давай, на что? На лычку. Годится. И нет. На лычку это не серьезно. Давай на бутылку коньяку. Давай. Опа. А вот теперь считай, профессор. Давай. Раз. Раз. Политик Петрович, извините. Здравствуйте. Угу. Ничего страшного. Давление в таком возрасте бывает. Я в полном порядке. Причем здесь возраст? Доктор, а нельзя ему сделать клизму? Литров на восемь. Чтоб о глупостях некогда было думать. Ну, клизму в этот раз не нужно. А вот что нужно, так это полный покой. Поправляйтесь. Ну что, мы вас проводим? Угу. Всего доброго. Да, напугал ты нас, Иван Степанович. Что ж ты не сказал, что у тебя давление скачет? Как будто оно у тебя не скачет. Между прочим, в отличие от тебя я каждый день делаю зарядку, ты это знаешь. И занимаюсь ушу. Поэтому для меня эти нагрузки, это, тьфу. Ой. Показать? Давай. Считай. Раз. Ничего страшного. Те же симптомы, что и у первого дедушки. Рекомендации, собственно, те же самые. Полный покой и никаких нагрузок. Вы уж нас извините ради Бога. Ничего. Ну что, мы вас проводим? Да я, собственно, дорогу-то знаю. Мы вас все равно проводим. Все доброе. Мы все равно проводим. Котя. Мотя. А я тебе говорю, что давление выше у меня. Значит, я больше отжался. У тебя давление выше? Да я бы в два раза больше отжался, если бы я сознание не потерял. Значит, у меня давление выше. Анатолий, что ты за мужик, а? Ну если ты проиграл, ну найди в себе мужество, сознайся. Интересно тебе получается. Сознание потерял я, а давление выше у тебя. Ну и что же ты сознание потерял? А у меня видел, как руки тряслись? И я красный стал, как рак. Значит, давление выше у меня. Я тебе еще раз повторяю, что у меня выше. А я говорю, у меня. Я тебе говорю, у меня. Я говорю, у меня. Да я тебе говорю, у меня точно. А я говорю, у меня. Вува. Ну, как она? Спит после наркоза. Доктор сказал, что кризис миновал. Хорошо, что вовремя вызвали. Ну, слава Богу. Ты-то как, Женечка? Я-то держусь. Умничка. Это ж не потому, что мы, как бы, не-нет, а, ой. Бабушки, а вы идите. Я еще с ней посижу. Да. Да. Бабушки. Только дедушек сильно не ругайте. Хорошо? Хорошо. Вува сказала, что их простила. Ну, что, Женечка, может быть, ты поедешь на Олиной машине? Там места побольше. Иди, Степанова, ну зачем? Пусть, пусть едет с вами. Я не возражаю. Нет, я тоже не против. Просто ваша машина, она как-то побезопаснее, поновее. Ну, Владимир Степанов, это у вас. Иван Степанович, он золотые руки, понимаете, и 25-летняя машина выглядит как новая. Хорошо, хорошо. Женечка, ты туда поедешь на Олиной машине, а обратно на нашей, да? Я не возражаю, пожалуйста. Иди, иди с бабушкой, иди. Распределились? Да. Давай. Садись, Женечка, садись. Садись, родная, садись. Ближе к бабушке, на коленке к бабушке, давай. Подожди, иди туда садись. Давай, сейчас она сядет. Возьмите ее, подержи. Давай, я держу. Тихонечка. Тихонечка. Анатолич, не торопись, мы подождем. СМЕХ СМЕХ Да я поеду. Мы готовы? Давай. Давай, иди. Подожди, подожди. Выходи. Выходи. Ну что, распределились? Все хорошо. Все, мы подождем. Вы не торопитесь. Анатолич, все хорошо. Что ты за круглый? А что там происходит? СМЕХ 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 Ну вот это ты за круглый. Спокойно, спокойно. Ну давай, зарулись. Что делать? Это танк. Тихо, тихо, тихо. Ну сейчас же ты в стол. Спокойно, спокойно. Не надо. Не бойся, только не бойся. Так, ноги. Ноги убери. В сумку свою посмотри. Молодцы. Ха-ха. Серкально, конечно. Там Гитро 294. Не на н prossу. Сейчас доводят. Сейчас доводим. По-моему нам. Поехали. Крультур И tough И Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 твою, японку. Ничего подобного. Если бы не гаишник, то... Да ладно. Плохому водителю гаишник мешает всегда. Ой, ну что ты так расстроилась? Да ладно тебе, Валя, что не могла своего урезонить, что ли? Я? Да ты же за рулем сидела, могла бы сама остановиться. Здрасте, кто первый начал-то? Я лично ничего не начинала. Это вы что, что им что-то доказываете, доказываете? Было бы кому доказывать. Да с вами вообще нельзя невозможно ни о чем говорить. Точно, точно. Из-за такого пустяка скандал раздувают. Это 50 баксов для вас этого штрафа, это пустяк, да? Да ладно плакать, 50 баксов, как будто для вас это деньги. Вы меня извините, я человек интеллигентный, но если бы не Женя, то... Ну и что? Ну нет сейчас Жени. Ну и что? Что дальше? Стоп! А где Женя? Женя, где? Женя! Вот такая вот история, Мам. Но мы с Жужей на них не обижаемся. Они хорошие. Они же взрослые. А взрослые всегда ругаются. Иногда даже по попе берут. Правда, правда, я видела. А мы сейчас знаем, что сделаем. Мы им сейчас купим трубку мира. Они выкурят и больше никогда не будут пугаться. Ну пока. Пойдем слушаем. Ну что? Нету. Это все из-за вашей безаладочности. Она же была с вами. Куда вы смотрели? Что? Что? Туда, куда и вы. Так, иди все. Лишь бы что, нарезать с вами. Все, по-другому. Все, по-другому. Всем все ясно. Все. Внимание. Телефоны. Есть. Так, значит, связь каждые пять минут. Все, пошли. Анатолич. Мужик. Дядя. Дядя, а вы здесь главный. Здесь я. Дядя, а почему из вас так медленно слова выходят? Потому что вы такой большой? Не понял. Смотри, ух. Слова не только медленно выходят, но и входят. Так, девочка. Ты давай, или задавай вопрос, или иди отсюда. Есть у меня один вопрос. Где у вас здесь продаются трубки мира? Телефоны, что ли? Да нет, трубки, которые курят индейцы. Какого непонятливого? Так, девочка. Пойдем, Жужа. Когда вырастешь, никогда не становись охранником. Юра. Юра. Ой, Женя. Ой, Женя. Девочка. Ой, извините, мальчик. Женщина, что вы делаете? Это вы что делаете? Бросили детей без присмотра. Подходи и бери, кто хочет. Бери, кому не лень. Вот так дети пропадают потом. Беги за вами. Ищи. Зай бежим. Ну прекрати, ну что ты. Я не понимаю, как можно было забыть подарки в гостинице. Я не понимаю. Маш, ну это же подарки. Я их подарил в гостинице. Да? Да. А итальянские сувениры? Италии. Итальянские сувениры, сделанные в Китае, мы сейчас с тобой купим. Здесь гораздо дешевле. И куплю. И куплю, куплю. И куплю, куплю, куплю. И куплю, куплю. И куплю. Жужа, смотри. Большая жужа. Здравствуйте, а вы мама Жужа Вот видишь, теперь у тебя есть мама Наверное, ты захочешь остаться с мамой Я бы захотела Ты у меня самая близкая Ты самая красивая подруга на свете Ты у меня одна Но мама у тебя тоже одна А дети должны быть с мамой До свидания, Вува До свидания, мама Вува Паря, что? Ну что у тебя? Нету, нету, нету Охранник, папа За мной, быстрей 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 Тихо Скажите, пожалуйста, девочка маленькая Нужно срочно передать, чтобы все посты, я и бабушка Все посты, чтобы с куклой в руках Ну? Что ну? Валя, вы хоть поняли там, что мы вам сейчас сказали? Где там? Где там? Там, наверху Не понял Не понял Валя, что ты не понял? Валя, что ты не понял? Валя Вот так, тихо, тихо Ты тут охрана? Здесь я Так, вот Что непонятного мы говорим, объясните, пожалуйста Вот маленькая девочка, она совершенно потерялась Мы же вами все амбитый час Вы очень большая, она очень маленькая Вот такая, она потерялась Нучка, внучка, внучка моя девочка, пять лет потеряла Стоп, 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 стоп Значит, внучка, а кто бабушка? Я Я Мы Мы Не понял Вот не понял Так, сейчас, подожди Валя, сейчас Валя Валя Где ты? Так, значит, девочка Маленькая, с куклой, в руках Уважаемые посетители торговых взвлекательных Центра, если вы потеряли друг друга в нашем торговом зале Встречайтесь на первом этаже в холе у фонтана Ну вот, как-то так Давай А теперь Алло Алло, Иван Ваня, дети здесь Дети? Какие дети? Наши дети! Маша и Максим! Потерялась Понял Что вы делаете? Прости, прости, родная, прости Сейчас, сейчас, сейчас Тут надо Кое-что исправить Сейчас Ну, как-то так Давай Девочка с куклой Которая вчера была на пикнике А сегодня потерялась Пожалуйста, подойди к машине, на которой ты приехал Тебя там ждут Алло Максик? Я? Дома? Где папа? Рядом Будем ждать? Обязательно передам Целую За тебе привет Боже Боже Ченя КОНЕЦ КОНЕЦ Я, конечно, извиняюсь Вы что себе позволяете? Это Это я позволяйте Ну, не я же Совсем обнаглели Извините Это вы меня, пожалуйста Вы меня извините Можно я тут немножечко постою А потом уйду, ладно? Валер, ну вы где? Ёлки-палки Получается, это я потерялся Естественно, я один Давай Жду вас у табачной лавки Которая вчера была на пикнике А сегодня потерялась Пожалуйста Подойдите в машину Которую приеду Ребята Вот же она Здрасте Здравствуйте Что тебе, девочка? Я хочу купить у вас Трубку мира А я хочу жить В Носвегасе И что теперь? А я не для себя Я для дедушек и бабушек Тебе сколько лет? Вот столько Вот когда тебе вот Вот столько И еще плюс три пальца на ноге Вот тогда приходи А зачем мне три пальца на ногах? Так, все, хватит Не мешай работать Ну, пожалуйста Ну, мне тебя что За ухо вывести, что ли? Ах ты, дядя, дядя 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 Че тебе, девочка? А вы сильный мужчина? Ну, наверное А сильный мужчина Должен помогать Слабой женщине? Конечно Тогда помогите мне, пожалуйста Померить моих бабушек и дедушек Как же я могу это сделать? Я хочу купить Трубку мира А меня прогоняют Из магазина Пойдем разберемся Здрасте Ну, я же сказал нет Может, и правда Тебя за ухо вывести? Ну, можете, конечно Попробовать Мы рады видеть вас В нашем магазине Владимир Евгеньевич Нам трубка нужна Какая? А вот такая Вон та Прекрасный выбор Отличная работа Великолепно раскуривается Вы не пожалеете На Этого хватит? Хватит Спасибо На здоровье Сколько? Держи его Спокойно Держи Говори Где? Где моя внучка Чудовище? Я как только его увидел У меня сразу Воловеша-то щелкнула Откуда у тебя Эта кукла? Что ты молчишь Животное Иван, спокойно Поговорим Интеллигентно Где Женя? Да эту куклу Девочка мне сама Отдала Девочка сама Где? Внучка-то где? Где она? Где она? Где Женя? Где она? Маленькая Так, я не понял Что здесь происходит Ну, вы же по-моему Уже подходили Мы искали девочку Ну Что оно? Вот мы ее сами нашли Это она Обалдел, что ли Что, ей пять лет? Откуда я знаю Сколько тебе лет? Вы, вы Простите, вы издеваетесь? Между прочим Вот они на меня налетели И чуть голову мне не оторвали А-а-а Голову чуть не оторвали Хорошо Разберемся Пройдемте Слушай, сынок Шел бы ты отсюда А то под горячую руку Мне попадешься Я себе инвалида сделаю Правильно, Анатолич? Я с ним согласен Ага Для всю жизнь Собрание Что же вы себе позволяете? Отпустите Юра Отпустите Отпустите Молодой человек Если вы не прекратите Форменный беспорядок У вас будут большие неприятности Ну все, тебе кранты Я его знаю Он страшный человек Он тебя порвет просто О, дочка звонит Да ты что? Привет, Машунь Па, ну мы выезжаем Скоро будем Ну, можешь не торопиться А то сейчас много лихачей Да задушишь ты, горилла Хорошо, пап Спроси у мамы Что-нибудь к столу купить Алё, хотя к столу что-нибудь купить Ты что, сдурел? Какой стол? Мамка говорит Ничего не надо У нас и так же есть Папа А, Машунь Я тогда тебе Потом перезвоню Ты только что Со мной разговаривала Да? Да А, ну да Вот мы с тобой поговорили А потом мы И сюда, значит Машу Забирайте Может, кто-нибудь объяснит Что здесь происходит? Подождите А где Женя? А Женя 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 Она гуляла С Юрием Анатольевичем Она гуляла со мной А потом я её передал Ольге А я её отвела Вот Иван Степанович Так, папа, где Женя? А, ну да, да А я её В свою очередь Значит Внимание! Уважаемые бабушки и дедушки Которые вчера были на пикнике Подойдите к машинам На которых вы сюда приехали Что? Подойдите к машинам На которых вы сюда приехали Курить трубку мира О, видите? А вы боялись Женька на улице Курит Тихо! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, Женёк, будешь скучать за дедушками? Буду. Плотница. А по бабушке Вале? Буду. А по Воле? По бабушке Вале. Ух тыска! Теперь у меня целых две бабушки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Котя, нам пора. Ну, шо, как говорится, присядем на дорожку. Ты совсем шо, Малахонья? Мы же так сидимся. А, ну да, сидим. Ну вот сидим. Вот и сиди, сидим. Вот сидим, 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 сидим. Ну, с Богом. Да. Доча, мужика своего не обижай. Не бери пример с мамой, да? Никогда. Анатолич, уважаю. Приезжайте, когда у меня будет брачик. Брачик? А подслушивать, между прочим, нехорошо. А это не я, это все Жужа. Жужа, сейчас у тебя будет плохое настроение и красная попа. Машенька! Максим! Максим! О, дела! Маша! Ну, шо ты? Шо ты стоишь, как на выданье? Иди, вещи разгружаем и никуда не ехать. Все понял, сейчас сделаем. А ты что? А что? Иди, звони Беркевичу, звони, что мы остаемся еще на неделю. Все, Котя, бегу! Зая, две недели. Хорошо, понял. Мама, а как твоя работа? Какая работа? Все. Мама, ухожу на пенсию, два внука, это к тебе не шутка. Валечка, правильно, у нас теперь с тобой дел просто по горло. Хорошо, Жуженка, что у нас скоро с тобой будет братик. Без него нам с ними никак не справиться. Первое. Надо у ихней спальни все поменять, чтобы сквозняков не было. Валя, ну что ты такой, ну подожди, Машенька, ну что ты такое говоришь, ну зачем? Ну именно сейчас, Машенька, подожди, это наш разговор. Нужно ей свежий воздух, ну что ж, в одеяло что ли кутать? Ну зачем? Будет кутать, будем кутать. Машенька, иди сюда, подожди. Значит, побольше витаминов? А кальция? Никаких котлет. Никаких котлет. Да боже, спасибо, боже. Ну что, пока баба Валя рядом, ты с голоду не помрешь. Ну что, как говорится, и снова здрасте. Ура, мои бабушки, дедушки приехали. Ну что, ладно, чур, а почему? Что вам, кажется? Что вам, кажется? Потаня, потаня! Потаня, потаня! Оля, да, 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 да. Оля, да, да. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова